Я хочу сказать именно про Стрельну на сегодняшний день. Проходит большая очень работа, и дети участвуют, принимают участие школьники, студенты. Сейчас у нас конкурс, Мария Сергеевна, вы, наверное, куда скажете. Это обязательно нужно, потому что проходит конкурс «Читаем инги» литературный. Уже будет восьмой в следующем году международный конкурс, принимают участие и жители Санкт-Петербурга, пригородов. Сейчас уже и Беларусь была у нас в этом году. А вчера мы вручили. Да, девушкам, которые принимали участие, подготовила их Юлия Калинина и Сталина, и это было настолько почетно, приятно, и детям неожиданно приятно, потому что география расширяется, и изучение географии, и памяти. Нина Ивановна совершенно правильно говорит, отвечая на вопрос о сохранении памяти, о увековечении памяти, о Таллинском прорыве. Действительно, когда мы проводим этот конкурс, мы, безусловно, вспоминаем героев Таллинского прорыва, рассказываем ребятам об этом. Чем это не память, не увековечение? Очень даже. И Нина Ивановна, как член Союза писателей, имеет непосредственное отношение к составлению сборника воспоминаний участников Таллинского прорыва. Уже у нас есть договоренность с администрацией Кронштадта об издании этого сборника, Иван Иванович, мне кажется, это хороший знак. Конечно, туда войдут и воспоминания Валентина Велимсова, которого мы вчера видели на мысе Юминда, один из старейших участников Таллинского прорыва. Так же, как будет переиздана книга Родиана Анатольевича Зубкова. Мы с ним уже говорили об этом, ездили к нему в Москву и все подготовили для того, чтобы заняться уже этим. Есть с определенной организацией в Москве договоренность о переиздании. Ну, это вот такие культурные моменты, а, ну, или, как сказать, литературные. Есть ведь еще проблема памятника. Действительно, проблема сложновато, честно говоря. Приходится убеждать чиновников в необходимости этого памятника. Мы же работаем все. У нас же организация общественная, хоть она и составляет нашу жизнь во многом, но времени не хватает, не разорваться на все. Очень хочется поставить памятник. Сколько было уже вариантов? Сколько раз говорили с высокой трибуны официально, что да, памятник будет? Ну, вот сложно с этим. Нет пока памятника, нет пока. Хотя были и проекты, и конкурс мы проводили. Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Вот сейчас вот это проблемой является для нас. Вы знаете, обратите внимание, какие памятники в Эстонии русской культуры хранятся до сих пор. Первое, собор Александра Невского. Второе, памятник русалки. Третье, центр русской культуры. Все три объекта были созданы, построены на деньги, собранные с народа. Я не собираюсь вот кого-то учить. Я просто говорю о собственном опыте. Путь к тому, чтобы создавать памятник, особенно в стране, так богатый трагическими событиями. Только конкретный проект. Только с конкретной сметой. Только обращенный к общественности. Не подайте, а давайте соберемся. Счет такой-то, без налоговой. Все это есть. И вот это один из путей создания памятников. Ну вот вопрос сохранения памяти. Почему мы помним эти события? Прошло 78 лет. Мы будем помнить всегда. Мы будем рассказывать нашим детям. И известно, ведь еще Пушкин сказал, что, перефразирую, я не помню сейчас точно, что без памяти мы ничто. Некоторые не любят поговорки. Однако же, Иван, не помнящий родства, это отсюда же. Будем помнить. Это наша общая память. И вот эти вот встречи на мысе Юминда дают нам как раз стимул к продолжению сохранения памяти. Мы видим, что мы вместе вспоминаем, когда мы были рядом. Мы победили это страшное зло, уничтожавшее все народы. Фашизм мы победили. И вместе помним эту победу. И вот эту героическую трагедию каталинско-караштадского прорыва тоже будем помнить. И будем собираться по этому поводу. Проекты памятников рождаются совершенно неожиданно. Вот мы делали календарь сейчас к этим дням. Спонтанно получилось. Мы дали техническое задание дизайнеру показать корабли талинско-караштадского прорыва и современность. Вот она сама взяла, и у нее получился именно прорыв. Кто знает, как родится идея памятника? Человечество устанавливает памятники ради памяти. Память потом работает на нас. То есть мы одни, все вместе в мире хотим мира на земле. И я хочу как бы строчку Юрия Инги процитировать. Позволите? Да, пожалуйста. Пройдут года, заплесневеет порох. Исчезнут деньги завести исток. Исчезнут даже люди, для которых придуман смертоносный порошок. Вот мы хотим мира. Все ради этой памяти работают. Продолжение следует...